Приветствую вас, и я бы сказал, что вам нужно использовать, использовать вот этот момент, который у вас сейчас есть, использовать его именно для того, чтобы исправить свои ошибки, исправить свои какие-то, ну, свои действия, которые вы не совсем верно представили, не совсем верно реализовали и так далее. Вот. Я полагаю, что вам нужно сделать именно это. Поэтому от девочки лучше всего отстраниться будет, вот, и заняться больше собой, да, своим личностным ростом, своим развитием, повышением своей значимости, вот, и так далее. Почему, как вы думаете, вы ревнуете девушку? Вот. Почему? Потому что она для вас слишком важна, она для вас слишком ценна, если она вам изменит, изменит, к примеру, то вы будете чувствовать себя очень плохо, вот. Но по какой же причине вы будете чувствовать себя очень плохо? Вот. Ответьте себе на этот вопрос. Ответьте себе на этот вопрос, по какой причине вы будете чувствовать себя плохо. Я думаю, что это одно из важных условий для наших сохранения ваших отношений. Понимаете? Какая штука. Вот всё. Это первое. Второе. Ревность возникает из-за некоторых причин, которые являются, как правило, достаточно универсальными для тех, кто ревнует. Вот. Но это, собственно, мало что значит. Значит, первая причина ревности, это неуверенность в себе. Вторая причина ревности, это страх одиночества. Третья причина ревности, это нечёткие представления о себе, ну, то есть, по сути, неуверенность, но здесь я бы сказал так, что временами, местами вы можете чувствовать себя хорошо, временами, местами вы можете ощущать, что с вами всё в порядке, вы можете чувствовать, что у вас всё в порядке, но стоит какой-то, к примеру, ситуации произойти, и вы тоже начинаете не то чтобы чувствовать себя неуверенно, а именно, именно вот ваше представление о самом себе, о самом себе, они склонны меняться, они склонны видоизменяться, они склонны варьироваться в зависимости от примерно той истории, в которую вы попадаете снова и снова, к примеру. Следующая причина, это отношение к сексу. То есть, ну, завышенное значение секса. То есть, секс для нас, это прям вот такая, знаете, акцентированная история. И у этого тоже есть, безусловно, какие-то свои основания, да, то есть, вот, по какой-то причине вы секс воспринимаете как что-то, ну, особо важное для себя. Вот. История только в том, что, как бы важным не был секс для вас, но удовлетворяется, вы за его счет, свои духовные потребности. Вот. Последняя причина может представлять из себя прагмирующие события в детстве, когда, например, вы становились свидетелем измен, вот, и, соответственно, вот, ну, например, к примеру, ваш папа изменял или мама ваша изменяла. Вот. Вы это чувствовали, вы это видели, но, к примеру, вам никто никогда, допустим, ну, этого не говорил. Да? Вот. То есть, вы, как бы, остались в таком, ну, состоянии такой тревоги. Постоянно. Вот. Средственную тревогу тоже нужно снять. Средственную тревогу тоже нужно снять. То есть, когда-то, вот, там мы когда-то получили, когда-то. Вот. Ну, это все можно подкорректировать при желании, конечно. Вот. Вот. А так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Я думаю, что, если вы девочку действительно любите, то неплохо было бы определиться с тем, как вы вообще к ней относитесь. То есть, то есть, логотерапия, экзистенциальная терапия, здесь она достаточно интересно предлагает концепцию, да? То есть, вы, когда начинаете ревновать, да, вы считаете, что девочка у вас, она, ну, легкого поведения, непорядочного. Вот. Вы решите для себя, что если, если ваша девочка действительно непорядочна, то как вы с ней живете тогда? А если вы решите, что она порядочна, то не означает ли ваша история с того только лишь, что вы сами себя накручиваете? То есть, очень важно, очень важно, чтобы вы именно отделили свою ревность, да, вот это чувство, от девушки, чтобы вы воспринимали его отдельно от нее. Чтобы вы не видели именно в ней, в девушке, то бишь, причины для ревности. Причины для ревности не в ней, причины для ревности в вас. Вопрос заключается в том, готовы ли вы это принять, к примеру, да? Ведь, наверное, вас в этом еще нужно убедить, что дело исключительно только ваше, а не в ней. Она вообще ни при чем. Вот. Такая вот история. Соответственно, обратите сами внимание на то, какие из причин являются более подходящими для вас, какие из причин являются вашими, собственно говоря. Вот. И будем уже с этими причинами работать тогда. Будем уже с этими причинами работать. Вот. На мой взгляд, мне кажется, что вот это вот именно, именно таким может быть ответ. Вот. Что касается девушки... Ну, девушка, да. Она, безусловно, как бы... Она дала вам шанс, она... Как бы... Ну, позволила вам... Исправиться. Вам нужно... Ну, вам желательно бы... Оправдать ее... Какие-то... Ожидания, да. Вам желательно оправдать ее надежды на вас. Ну, раз она... Дала вам... А... Второй шанс. Вот. Но для этого... Нужно что-то сделать. Для этого нужно меняться. Так просто... Шанса здесь, к сожалению, недостаточно. Как и... Сказал вам, в принципе, мой коллега Кудрышев, Кудрышев Игорь Леонидович. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам... Понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Продолжение следует...